Привет, друзья! Вчера я купил замечательную скумбрию. Посмотрите, какая она красавица, жирненькая. И тут я вспомнил скумбрия по-крымски. Эту рыбу я попробовал еще 35 лет тому назад, когда мы с моей супругой приехали жить из Казахстана в Крым. И там, когда мы увидели вот эту вот разложенную, как книжка, рыбу, покрытую замечательными специями, ароматную, жирную. О, Боже! Когда мы ее купили, это был просто вынос мозга. Она всегда была дефицитом. Как только ее заводили в магазин, ее моментально раскупали. Сегодня я вам предлагаю этот рецепт, скажем так, привет из Советского Союза. Итак, я отделил голову и срезал хвостики. Они нам не нужны, потому что я не собираюсь ее коптить. Эта рыба будет у нас вяленая. Смотрите-ка, единственный момент, о чем я хотел бы вас попросить и предупредить. Рыбу нужно очень хорошо обработать, почистить ее. Видите, я снял всю черную пленочку и убрал кровь с хребта. Потому что, если вы этого не сделаете, то рыба будет горчить. Я вам покажу. Скорее всего, вы все прекрасно об этом знаете. Вот, видите, как она выглядит. Вот, пленка закрытая на хребте, там кровь у нас с вами. Вот эта черная пленка, ее надо убрать. Что мы делаем? Ножичком просто так вот надрезаем ее. Включаете холодную воду и пальцем буквально вот так вот вычищаете. Накатком снимаете черную пленку. Обязательно это нужно сделать для того, чтобы не испортить вкус вашей рыбы. Рыбку мы нашу помыли, обработали. Она у нас чистенькая. Следующий момент. Мы должны ее раскрыть. Вот так вот по позвоночнику. Аккуратненько. Вот так вот. Вот так вот открываем. Будем ее солить таким вот образом. Вы же видели на фотографии, как эта рыбка выглядит. Она раскрыта, как книжка. Еще один момент, о котором бы я хотел бы с вами поговорить. Для разделки мяса или рыбы всегда используйте только пластиковые доски. Например, на профессиональной кухне для каждого, скажем так, для каждой секции есть свои доски. Они разделены по цветам. Для мяса, для рыбы, для овощей и так далее. В домашних условиях, конечно, такого количества досок вы не можете иметь. Поэтому, например, сделайте, как я. Я вот купил хорошую профессиональную доску, толстую, пластиковую. И написал рыба, мясо. Все. И вы решите этот вопрос. Деревянные доски не используйте, потому что они абсорбируют все запахи мяса, рыбы. Вы просто их испортите. Используйте деревянные доски для хлеба, используйте для разделки готовых продуктов. Наша рыбка готова и ждет своего часа для того, чтобы ее засолить. Скажите, вот вы знаете, какой процент соли нужно для того, чтобы засолить рыбу? Все очень просто. На один килограмм берите две столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара. Вот в данном случае я буду использовать каменную соль, крупную, специально для посола. Я вам объясню, почему соль должна выглядеть именно таким вот образом, а не мелкая. Дело в том, что крупная соль для посола, она растворяется гораздо медленнее, в отличие от соли, которая уже помолота и мелкая. Когда вы ее положите на рыбу, допустим, или на сало, она будет постепенно просадивать ваш продукт и не пересолить его. Это все произойдет очень гармонично. Для чего нужен сахар? Сахар будет балансировать соль и для того, чтобы придать более приятный вкус вашей рыбе. У меня здесь два килограмма рыбы. Я положил сюда четыре ложки соли и положим две полных ложки сахара. Когда я солю рыбу, я предпочитаю использовать коричневый сахар, тростниковый. Потому что, в отличие от белого сахара, у него очень полный вкус, такой слегкий, карамельный. И он даст вашей рыбе невероятный вкус. Наш состав для соления готов. Возьмите профессиональную посуду и засаливаем рыбу. Вот так вот прям берете и укладываем. Косточкой косточкой ложите вниз. Потому что та часть гораздо толще и нам нужно, чтобы именно она хорошо просолилась. Наша рыбка готова. Вот мы ее с вами засолили. И отправляем ее в холодильник на три дня. Я вам рекомендую через два дня перевернуть ее. Потому что она у нас лежит только одной стороной. Поэтому ее просто переверните и оставьте еще на сутки. В итоге три дня. Через три дня мы с вами встретимся. И я вам покажу, что же нужно дальше делать. Какой набор специй нужно использовать. И каким образом ее можно завялить в домашних условиях. Прошло у нас с вами три дня. Наша рыба засолилась. Сливаем с нее всю жидкость, весь сок которой отбился. И сейчас мы ее будем мыть. Прежде чем начнем ее мыть, я вам скажу, почему три дня. Дело в том, что у каждой рыбы, несмотря даже если она морская, вот как эта, все равно у них бывают паразиты. Именно поэтому минимальный срок соления три дня. Лучше всего даже пять дней рекомендовано. Потому что за три дня все паразиты, которые там есть, они тоже просолятся и погибнут. Если вы солите всего лишь один день, мы все любим малосольную рыбу, селедочку или скумбрию. Мы тоже периодически это делаем. По сути вы делаете это все на свой страх и риск. Если рыба будет, скажем так, с паразитами, то есть шанс, что мы получим этих паразитов к себе в наш кишечно-желудочный тракт. Поэтому лучше всего три дня рыбу солим, потом хорошенько ее моем, от соли, обсушиваем и дальше продолжаем с ней работать. Ну, а вы уже решайте, как хотите. Кстати, если рыбка у вас небольшая, ну, например, вот как вот у меня здесь попалась, то вот так ее раскладывать нет необходимости, потому что она пересолится по сравнению с рыбой более толстой и большой. Поэтому маленькие рыбки оставляйте, какие они есть, а большую рыбку можно и, скажем так, разложить на книжку, для того, чтобы она лучше всего просолилась. Теперь давайте ее мыть. Итак, моем рыбу хорошо, тщательно смываем всю соль, особенно маленькую хорошо помойте, для того, потому что она в любом случае более соленая по сравнению с крупной. Рыбку нашу помыли, теперь давайте ее будем сушить. Прямо вот так вот давите бумажным полотенцем, чтобы мне не осталось лишней влаги, она нам не нужна. Если у вас нет бумажного полотенца, используйте обычное кухонное полотенце, чистое, потом постираете. Наша рыбка готова, мы ее просушили, но она, конечно же, еще влажная, но учитывая, что мы ее будем в Виолете сушить, в общем-то, эта влага уйдет. Следующий момент, прежде чем подготовить наши специи, для того, чтобы нашу рыбку обвалять, и она получила окончательный вкус, мы сейчас ее помажем маслом. Прямо вот так вот. Я использую оливковое масло. Если у вас нет оливкового масла, и вы его не любите, есть и такие люди, используйте обычное подсолнечное. Если у вас есть семечковое масло, нерафинированное, это будет гораздо вкуснее. Для таких вещей, как вот вяленая рыбка, вот по моему рецепту, лучше всего использовать, конечно, натуральную. Помазали ее оливковым маслом, пусть теперь она отдохнет. А мы с вами подготовим наши специи. Специи у нас будет достаточно большое количество. В те времена, скажем так, 30 лет, 35 лет тому назад, Крым очень плотно сотрудничал с Турцией. Привозили из Турции огромное количество разных специй. И, видимо, относительно того, что, скажем так, был бум по специям, именно вот и возник вот этот рецепт скумбрия по-крымски. Ну что, вперед. Значит, это у нас с вами сухой кориандр. Чайная ложечка. Полная чайная ложка. Гвоздичка. Я возьму раз, два, три, четыре, пять. Пять достаточно. Хорошо, что у меня есть, нужно помолоть. Ага. Это тмин. Тмин возьмем тоже. Неполную чайную ложку. Прекрасно. Высыпаем сюда. И будем сейчас сделать окончательную смесь. Это сухой чеснок. Ложим две полных ложки. Раз, два. Это ложка тимьяна. Чайная ложка чили. Паприка сладкая. Три ложки. Черный перец молотый. Я помолол его уже в своей ступке. Возьмем неполную, потому что у нас уже там с вами есть чили. Хмели-сунели. Буквально половинку чайной ложечки. Это семена фенхеля. Если у вас нет семян фенхеля, используйте семена аниса или же семена укропа. Возьмем тоже вот так, неполную чайную ложечку. У них очень приятный такой анисовый аромат. Кстати, тоже фенхель, укроп, семена аниса очень хорошо сочетаются с рыбой. Так, все это смешиваем. Ммм, бомбический аромат. Невероятно. Наши специи готовы. Давайте будем рыбу купать в них. Кожицу не обязательно. Все специи берите всегда без соли. Они должны быть натуральными. Если вы будете использовать, например, какие-либо специи, и в них уже есть соль, то тогда, конечно, вам нужно меньше ложить соли при посоле рыбы. Иначе ваша рыба будет очень сильно соленая. Специи как бы так вот вдавливаете, впрессовываете в рыбу. Это будет все очень вкусно. Такая рыбка на вашем праздничном столе, вы знаете, будет как бы сенсацией, потому что мы сидим за прачечным солом, выпиваем, много кушаем. И охота какой-то продукт пикантный. Вот рыбка такая вот остренькая, солененькая, жирненькая. Это будет вот то, что нужно. Настоящая песня. Итак, мы рыбку с вами покрыли специями. Теперь давайте ее завялим. Хорошо. Вот есть у нас с вами прекрасные духовые печи. У многих духовых печей есть функция просто холодного надува. Вот я его сейчас включил. Температура комнатная. То есть вообще она не греется. И мы с вами туда ложим нашу рыбку. И отправляем в печь в среднем часов на 6. То есть мы ее практически с вами должны подвялить. Она должна там подсушиться. После этого, когда она будет готова, мы заворачиваем пергаментную бумагу и ложим в холодильник. И она в холодильнике у нас хранится в среднем 10 дней. Многие у меня могут спросить, а как же нам быть, если у меня нету вентилятора, вот такого, как у тебя, так, чтобы он гонял только холодный воздух. Все очень просто, друзья. Положите на лист из-под духовки, на решеточку свою рыбу и используйте обычный бытовой вентилятор. Постарайтесь, конечно, чтобы не было мух. Смотрите, это в домашних условиях, в обычной квартире это просто легко сделать. Проходит седьмой час. Мы собираемся ужинать. И поэтому к нашей рыбке мы приготовим вареную картошку в мундире. Черный перец горошком. Положите буквально где-то пол чайной ложечки. Это у нас гвоздичка. Буквально 4 штучки. Тмин. Неполная столовая ложка. Одна четвертая луковицы. Зубец чеснока. И лавровый лист. Ну, 4-5. Не жалейте, лавровый лист даст очень хороший вкус. Заливаем все это водой. Встречаемся буквально через несколько минут, как картошка сварится. Наша рыбка готова. Ну, а как же рыба без пива? По традиции чешское пиво. Ох. Великолепное пиво. Сейчас. О, мамма миа. Друзья, приезжайте к нам в гости в Чехию. Вы получите неизгладимое удовольствие от чешского пива. Итак, вот она у нас полежала. 7 часов под вентилятором. Посмотрите-ка. Толстенькая, жирненькая. Вот я сейчас надавлю, смотрите как. О, какая она сочная. Невероятно. Аромат. Аромат просто бомбический. Как она пахнет. Вы себе представить не можете. Сейчас мы с вами ее продегустируем. Мы ее вяли 7 часов. Это у меня такой вот вентилятор. Возможно, у вас будет меньше по времени, а возможно и дольше. Сильно пересушивать ее не надо. Это все-таки не вобла. Она должна оставаться сочная, мягкая, но в то же время тверденькая. Ну, давайте посмотрим. Так. Так вот. Так вот. Вот. Вот какая она красивая, жирненькая. Сейчас я попробую. Это просто бомба. Выразительный аромат специй. С пивом. Это рыба. Ну, это вообще. Это просто. Это что-то. Ароматное. Нежное. Жирненькое. Остренькое. Вы знаете, я хочу вам сказать, что это будет украшение вашего праздничного стола. Или ужин, или же обед. Не важно. Это прекрасная закуска под водку. Потому что она очень выразительная. Она, я вам скажу, не просто так малосольная какая-то там неженка. Это действительно хорошая, вкусная рыба. Достаточно соленая, но в то же время не пересоленая. Она выразительная своим ароматом и остротой. Но в то же время чили, который мы с вами здесь положили, он не жжет нам рот. Он приятно согревает. Ну, это просто невероятно. А если вы ее посушите еще хотя бы чуть-чуть, ну, может быть, пару часов больше, вот просто мужики сядут с пивом, посмотрят футбол и получат невероятное удовольствие. Сейчас я попытаюсь как бы продемонстрировать, каким образом мы могли бы ее сервировать. Ну вот, приблизительно вот таким вот образом наша вареная картошечка. Я ее смял таким образом, чтобы она у нас раскрылась. Положил кусочки масла. Это черный хлебушек. Наша рыбка. Я вам рекомендую воспользоваться еще нерафинированным подсолнечным маслом. И вот так вот на картошечку побрызгать. Можно и рыбку прихватить. Прекрасно. Теперь здесь вы можете сделать тоже такие вот канапе. Черный хлебушек, розовый лучок и наша рыбка. Великолепная закуска, великолепные украшения нашего праздничного стола, вашего праздничного стола. Теперь другой вопрос. Каким же образом ее хранить? Вот наша рыбка. Воспользуйтесь пергаментной бумагой. Сложите ее. Можно надеть сверху резиночку. Вот она у нас с вами закрыта. Не нужно использовать полиэтиленовых кульков или полиэтиленовой пленки, потому что наша рыба в ней задохнется, она не будет дышать. И она у вас быстро пропадет. Используй только пергаментную бумагу. Вот так вот ее сделали, положили в холодильник. 10 дней эта рыбка будет вас радовать. Потом сделайте свежую. Ну, друзья, надеюсь, что сегодняшнее видео для вас было тоже интересно, полезно. Жду вас в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пока!